День Организации Объединенных Наций отметили в столице. В этом году к этой дате приурочили примеру спектакля «Молитва Лейлы» по пьесе Розы Мукановой «Вечный ребенок». В главных ролях артисты инклюзивного театра Ханат Лар. Постановка рассказывает о жизни девушки, пострадавшей от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Произведения повествуют о взаимной гармонии человека и природы, и важности нравственности в каждом возрасте человеческой души. Также в честь 30-летия вступления Казахстана в ООН в ходе мероприятия презентовали юбилейную почтовую марку и монету. Подавляющее большинство труппы театра – талантливые актеры с особенными потребностями. Это люди, которые живут искусством. Актеры очень хорошо вошли в образ, сумели передать эмоции и переживания героев. Вопреки непростой судьбе, главная героиня Лейла влюбляется в парня по имени Кумар, который стал ее настоящей юношеской любовью. ООН – это организация, продвигающая устойчивое развитие в мире по принципу не оставлять никого в стороне. Поэтому сегодня мы решили сфокусироваться на проблемах инклюзии. И мы очень рады провести это мероприятие в таком красивом театре. Казахстан – это открытое общество. И я вижу на сегодня большой прогресс и позитивные изменения в деле устойчивого развития.